10.35 в столице. Здравствуйте. Последние полчаса сегодняшнего утреннего разворота. Максим Корников, Ирина Баблоян. Зато какие полчаса? Екатерина Шульман, политолог, к нам присоединяется. Екатерина Михайловна, здравствуйте. Доброе утро. Екатерина Михайловна, вы хоть и отдыхаете, но тем не менее, наверное, видите те перипетии, которые вокруг фигуры Льва Шлоузберка. То его снимают, то снова регистрируют, то снимают уже по суду из другого, так сказать, избирательного цикла. Что происходит? Эта система не может договориться сама с собой? Вы знаете, я понимаю, что объяснение независимости разных избирательных комиссий региональной и федеральной друг от друга не будет звучать особенно правдоподобно. У нас никто не верит в автономность частей системы. Все верят в приказы, проходящие по вертикали прямо вот с неба до глубин земли. Но на самом деле действительно каждый, принимающий решение на своем уровне, думает прежде всего, как бы ему самому не пострадать. Как в сказке про Хаврошечку. Не довернешься, бита, и перевернешься, бита. Переусердствуешь плохо, устроил скандал на пустом месте, и недоусердствуешь тоже плохо. Кроме того, у, так сказать, политического менеджмента могут быть свои сложные расчеты. Ну, например, допустить кандидата в Москве, чтобы он способствовал расколу электората московского, и тем самым там прошел единоросс. Но не допустить его в регионе, где он действительно известен и популярен, и поэтому там он может пройти, это может быть опасно. С другой стороны, наступает соображение, а если он в Москве пройдет? Пока мы его тут снимали и назначали, уже и московский электорат проснулся и осознал, что есть такой гонимый кандидат Шлозберг, может быть, действительно сплотиться вокруг него. Поэтому от греха подальше давайте его и в Москве снимем. А может быть, с другой стороны, не снимем. Вот рабочая группа при избирательной комиссии говорит, что нет оснований для его снятия. А его, конечно, репрессировать за причастность к Навальному, это, как это сказать, по-английски иронично, потому что он, по-моему, с ними состоял в какой-то постоянной публичной дискуссии и, в общем, практически в публичном конфликте. Это та самая причастность, на которую мы обращали внимание еще в проекте закона, когда это были все поправки, идущие в Думе. Мы говорили о том, что это ужасно невнятная формулировка причастность к деятельности экстремистских организаций, которая влечет запрет баллотироваться, ограничение пассивного избирательного права. Вот теперь мы видим, что называется, в Яве, как эта причастность формулируется. Где-то когда-то там был замечен рядом с... Что-то писал про митинг, организованный структурами Навального, значит, сфотографировался вместе с кем-то там. Вот, глядишь, это уже причастность к экстремистской деятельности, поэтому нельзя такого кандидата регистрировать. Я действительно не вижу тут какой-то единой стратегии, кроме великого принципа, как бы чего не вышло, но при любом варианте действия чего-нибудь да выйдет. Конечно, с точки зрения самих организаторов, самый безопасный сценарий – это вообще не допустить никого никуда. Но поскольку все-таки выборы должны быть альтернативными, то кого-то допускать приходится. В общем, сложно, им нелегко. Со Шлосбергом я каких-то конкретных прогнозов делать не буду, потому что я не настолько в курсе деталей. Видите, я вот откуда вещаю? Из темного леса, куда загнала меня кровавая цензур. На самом деле нет, но тем не менее, можно как-то... Картинка, по-моему, говорит именно об этом. Но видно, судя по вот этим постоянным колебаниям, видно, что возможны разнообразные решения, тем более, что он, так сказать, на двух досках играет, Лев Маркович, и в Пскове, и в Москве, что увеличивает вариативность. Так даже на трех, потому что он еще и в списке. И вот это тоже парадоксальная штука. Ну, они его исключают, допустим, как по одномандатному округу. Но из списка-то они его не исключают. А вот потом подумают и исключат. Список самое неинтересное, что тут есть, потому что, ни в обиду никому будет сказано, шансов пройти по списку яблока нет ни у кого. Судя по всему, опять же, я опираюсь на оценки таких моих коллег, как Александр Кынев, которые больше меня в этом понимают. Поэтому, насколько я понимаю, опять же, вся серьезная игра, она происходит в округах. Список имеет символическое значение. Хорошо, но, да, тем не менее, как раз у нас Лев Шлозберг был в эфире, и он рассказывал, как можно сказать, по вашим заветам, он пошел в суд с первоисточником, а именно с автором закона господином Клишесом. Он взял российскую газету, где Клишес объяснял, как надо применять этот закон, и говорил, что вот смотрите, все, что до этой даты, не имеет значения. Я после этой даты никуда ни на какие акции не ходил, ни в каких отношениях не состоял. Но суд как-то не прислушался к автору закона. Как же так? Знаете, у нас авторы законов довольно часто имеют туманные представления о содержании этих законов. Вот, например, депутат Тарнавский, который был автором, одним из двух авторов закона о нежелательных организациях, всю дорогу объяснял, что это закон против коммерческих структур, зарубежных фирм, которые в странах, которые применяют санкции против России, для того, чтобы у нас была возможность ответные меры тоже какие-то иметь. И что к НКО, и тем более к СМИ, это применяться не будет. Потом закон был принят. Применяется он исключительно к НКО и к СМИ. Ни одна коммерческая организация не пострадала. Депутат Тарнавский перестал быть депутатом и теперь дает интервью, выражаясь в свое удивление. Как же так вышло? Клишер, конечно, более опытный юрист, поэтому он, наверное, все-таки лучше понимает, что там под его фамилией проходит и принимается в Государственной Думе. Но, тем не менее, автор, как бы вам сказать-то, автор не в ответе за применение. Он уже им не распоряжается. После того, как закон принят, он закон Российской Федерации, а не закон сенатора Клишерса. Поэтому я не знаю, насколько можно с ним судиться за то, что вот, смотрите, вы внесли, а это потом неправильно применяется. Ну, это да. Ну, если это такие, конечно, грустные, но комичные какие-то ситуации, да, получается, с Лосбергом, за Борисом Вишневским, которых там регистрируют. А вот с Павлом Грудининым эта история, почему, кому он мешает? Вряд ли это действительно супруга так против него действует. Ну, вы знаете, он очень мешает. Это очень опасная потенциальная фигура. А чем? Почему? Это, ну как, слушайте, он может сконцентрировать на себе большое количество всяких, так сказать, лучей света общественного, которые сейчас бродят непрекаянные. Он баллотировался в президенты, так сказать, бросил вызов Путину, за это пострадал. Смотрите, как это замечательно выглядит. Он такой типа хозяйственник и не силовик, и история успеха за ним стоит. Причем история успеха с советскими коннотациями, что привлекательно и для старшего электората, и парадоксальным образом для самого младшего электората тоже может звучать, так сказать, кульно и прикольно. Он такой серьезный дядя, опять же, не столько разговаривает, сколько дело делает. Поднял совхоз, клубника. Кто может быть против клубники? Как можно голосовать против клубники? Это что, не люди, что ли? Поэтому этот кандидат вообще бомба при удачном-то раскладе, а удачный расклад стоит в одном единственном свободе агитации. Он, правда, старается стрелять сам себе в ногу, как это называется, периодически рассказывая о том, как Сталин был хорош для Российской Федерации. Это никого примерно из электората не интересует. Но, опять же, при хорошем технологе, который завяжет ему рот и будет возить в таком виде по регионам, это, еще раз повторю, кандидат чрезвычайно успешный. Прям вот такой альтернативный, знаете ли, кандидат в президенты. Не только по партийным спискам. Поэтому, ну, не хочется говорить правильно, они его снимают, но логично, резонно, в отличие от многих других, которых снимают, опять же, по принципу, как бы чего не вышло, или из классовой ненависти, или потому что всех надо вычистить причастных к Навальному, с Грудининым борются, потому что это электорально опасная фигура. Следующий вопрос, который касается тоже политической жизни, но не выборной. Любовь Соболь, судя по всему, уехала из России, сама она это нигде не подтверждает, но, в общем, больше уже указывает на то, что действительно произошло. Насколько это, в общем, событие? Ну, вы знаете, в отличие от 70-х годов прошлого века, сейчас отъезд не так много меняет в жизни человека. Он имеет символическое значение, можно составлять списки и говорить, вот, посмотрите на этот перечень изгнанников, на этот философский пароход или депутатский пароход, вот сколько людей, значит, покинуло пределы Родины. Ну, в общем, человек как снимался в Ютубе, так и снимается в Ютубе, только к нему с обыском не придут. Вот, собственно, и вся разница для, опять же, для политического актора, для публичного человека. В общем, стремление выдавить политических оппонентов за границу, это такая позднесоветская практика и очень-очень характерная практика для современных наших информационных автократий. Но только в Беларуси показывают, что это эффективная практика или нет? Беларуси не информационная автократия. Беларуси более примитивная политическая модель, и поэтому там любят старое доброе физическое насилие. Но такие штуки возможны, когда ты маленькая страна, которую кормит другая большая страна. Тогда может себе позволить весь этот Гран-Гиньоль, весь этот театр насилия устраивать. Да и то, в общем, так сказать, ограничено во времени и в пространстве. Большие страны стараются, скажем так, от греха подальше сбагрить неудобных людей куда-нибудь подальше, с глаз долой и сердце вон. Дальше можно говорить, что вот, смотрите, они там испугались трудности и опасности, сбежали, живут чрезвычайно хорошо за границей, потому что постсоветский человек по-прежнему уверен, что каждый уехавший за границу уже в силу этого факта живет гораздо лучше, чем любой человек, который не уехал за границу. Это не совсем правда, но, тем не менее, представления эти в массовом сознании остались. А самим руки пачкать не надо, и это тоже хорошо. То есть не возникает некрасивой картинки, не возникает какого-то неприятного информационного повода. Ну, уехала, значит, вот, активистка, ну, уехала, живет в Вильнюсе или где она там, где там нынче принято жить, в Берлине, в Вене и в Варшаве. Вот хорошо-то как. А если она будет там что-нибудь, опять же, сниматься, то можно что-нибудь заблокировать или потребовать, чтобы не распространяли. Или те, кто будет распространять, их там оштрафовать. Вот такие вот, собственно, методы информационного контроля, они, еще раз повторю, для сегодняшнего политического момента ужасно-ужасно характерны. Екатерина Михайловна, но тем не менее, вот вы говорите о том, что можно продолжать сниматься в Ютьюбе, но ты будешь ютьюбером или, я не знаю, там, публицистом. Можно ли оставаться политиком за рубежом в полном смысле этого слова? Худшее, что происходит с уехавшими людьми, это, как это, разрыв их духовной связи с родной страной. Они начинают говорить странное. Я не буду приводить примеры, не хочется людей обижать, потому что они не по своей воле выбрали эту стезю и эту судьбу. Но, тем не менее, люди перестают понимать, что тут на самом деле происходит. В ответ на это обычно говорится, что те, кто сидит здесь, тоже дичают по-своему и перестают понимать, как они выглядят со стороны и как мы все выглядим со стороны. Вообще, что называется, в идеальном мире до ковида и всяких разрывов отношений, конечно, хорошо бы совмещать одно с другим, ездить на какие-нибудь научные и политические мероприятия, вообще смотреть, как люди живут, а потом все-таки возвращаться и постоянно жить у себя дома. Потому что перманентный отъезд, он через некоторое время влияет на то, что люди говорят, как они это говорят. В общем, они перестают понимать, насколько это резонирует или не резонирует с их аудиторией. Да, вот если не говорить в торжественных терминах про родину и родную землю, то связь с аудиторией, вот что искажается. Если не разрывается, то искажается. В остальном, учитывая, что все ждут чего-то, чего-то разного, то, в общем, если держать свою голову в порядке, то можно эту связь поддерживать, по крайней мере постараться, постоянно предполагая, что ты не навсегда, опять же, вильнюсский житель, а ты вот просто тяжелыми обстоятельствами выдавлен за пределы своей, так сказать, сцены политической. Но как только будет возможность, тут ты, значит, и как Ленин из Финляндии немедленно вернешься. В таком режиме некоторое время продержаться можно, я думаю. Но, конечно, слушайте, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Если ты политический актор, лучше акторствовать там, где твои избиратели, где твоя, в общем, так сказать, естественная среда. Ровно об этом помнишь у нас с тобой Дмитрий Гудков, как раз говорил в эфире перед своим объездом. Как раз уехав, да, говорил о том, что, да, это вот как раз самое главное, не потерять связь с реальностью, да, находясь далеко. Это очень трудно, это очень трудно. Я не знаю, на самом деле, какими инструментами, какими методами можно эту связь поддерживать. Но в связи с отъездом Любови Соболь, в связи с тем, что все структуры Алексея Навального разгромлены фактически, каков успех, как вам кажется, умного голосования и вообще... Он возможен вообще? Возможно, да, еще действовать по стратегии умного голосования. Или, в общем, власть успешно разгромила и стратегию, и структуру? Стратегию разгромить нельзя, потому что это некий метод, который вычисляет второго удобного кандидата, так сказать, второго или второго опасного кандидата, если хотите, и призывает избирателей голосовать за него. Разгромить можно структуры, о чем вы и сказали, то есть, чтобы не было никого, кто может объявить. Дорогие избиратели, голосуйте за такого-то. Вот, собственно, эта цель и ставилась, чтобы не было того, кто может призвать, и не было платформы, с которой можно призвать, и не было мегафонов, которые можно прокричать. Избиратели этого округа, голосуйте за кандидата Иванова, а не за кандидата Петрова и Сидорова. Но сам инструмент действительно эффективен, это доказано научно, на этот счет есть расчет всяких академических статей. Он помогает, что помогает, сделать умное голосование, в чем его эффективность. Помогает уменьшить результат правящей партии и помогает, что называется, сбить кандидата от правящей партии по одномандатному округу. Это действительно абсолютно возможно. То есть, если такая рекомендация будет выработана, вопрос в том, кто ей будет следовать, и кто о ней вообще узнает. Вот чтобы они не узнали, и чтобы узнали от тех, кто не обладает авторитетом, собственно, для этого весь этот разгром и был предусмотрен. То есть, понимаете, эффективность умного голосования осталась где была. Вопрос в том, кто сможет воспользоваться этим инструментом. Вот все те, кто мог бы, их платформы, их СМИ, их каналы, их структуры уничтожены. Вот, собственно, какова была эта самая цель. Ярослав спрашивает вас. Екатерина Михайловна, вы сторонник гражданского участия. Для тех, кто не уезжает, какие безопасные и при этом полезные активности остались. Можно ли сказать, что действительно массово этих активностей, этих возможностей стало меньше? Ну, смотрите, все эти инструменты, которые мы с вами так часто перечисляли, они остались где были. Значит, это... Ну, вот у нас сейчас выборы, наблюдения. Прежде всего, наблюдения на выборах. Сверхценная гражданская деятельность. Самое лучшее, что можно вообще себе представить, и самое полезное. Потому что результаты на участках с наблюдателями кардинально отличаются от участков без наблюдателей, даже если они расположены в одной и той же местности. Это, еще раз повторю, не мои там впечатления, а это доказано на больших объемах данных. Просто наличие наблюдателя практически переворачивает картинку. Работа фальсификаций требует слаженности и единогласия, единомыслия. Если хоть один там заберется диссидент, велика вероятность, что остальные просто боятся от греха подальше этим заниматься. Скажут, ладно, в Красной армии полки чай найдутся, без меня большевики обойдутся. Пусть там подделывают соседи, но не мы, мы не хотим скандала. Поэтому, еще раз повторю, участки с наблюдателями хорошие участки. Идите с наблюдателями. Трехдневное голосование требует в три раза большего количества наблюдателей. Я не уверена, что у гражданского общества столько есть, но сколько есть, надо закрывать. От партии записываться. Это сейчас стало сложнее. Общественные палаты фильтруют наблюдателей. Но, тем не менее, пока есть партии и кандидаты, участвующие в голосовании, значит, можно наблюдателям все-таки записаться. Это вот первое самое главное, о чем хотелось бы сказать. А все остальные наши с вами гражданские инструменты, как то петиции, обращения в органы власти, судебные иски, они остались. Их эффективность ограничена. Эффективность любого инструмента ограничена. Никакой серебряной пули не существует. Даже у пресловутого Джина Шарпа, которого, в общем-то, принимают за его книгу, принимают за сборник рецептов цветных революций, у него там, по-моему, 148 этих самых инструментов, а не какой-то один. Многие наивные люди считают, что вот, типа, главное это вот прийти, не знаю, взять штурмом, какое-нибудь административное здание. Вот тут-то все, и понятие переменится. На самом деле нет. Так что инструменты остались. Конечно, из них один из самых видимых – это массовые протесты. С этим сложно практически никак нельзя. Мы с вами имеем удивительную избирательную кампанию без вообще массовых мероприятий, которые у нас запрещены. Роспотребнадзором, незаметно продлившим срок действия вот этого режима повышенной готовности до 31 декабря. Пока никто не видел, они взяли, да и продлили. А, соответственно, за кубы агитационные идет каждый раз борьба, не распространяют ли они, понимаете ли, вокруг себя ковид. Да. Екатерина Михайловна, а вот я не знаю, как у вас в лесу, но у нас в Москве практически нет никакой наглядной агитации. Старожилы не припомнят, когда избирательная кампания проходила так тихо, хотя, казалось бы, Госдума. Это какой-то осознанный шаг со стороны властей или так совпало? Вы знаете, я вот ездила много по, так сказать, прекрасным трассам нашей обширной Родины, которая велика. Когда начинаешь ездить на машине по ней, то видно, что страда у нас большая. Везде в КЛДПР висит. Да, вы до этого, небось, не догадывались об этом, но я вам сейчас расскажу. Так вот, что приходится видеть? Плакаты Центразбиркома, вот с этой ровной линией, как на кардиограмме человек, который уже умер, там такая красная полосочка идет, что все уже, сердечко уже не бьется. И написано, вот типа, выбираем вместе, как там, а считаем по отдельности. А это видно, значит, какие-то кандидаты висят, которые явно кандидаты от ЕР, потому что у них там где-то скромный медведик нарисован, но надписи «Единая Россия» там нет. А «Единая Россия» что-то не приходилось мне встречать. Действительно, справедливая Россия висит с кандидатами. И ЛДПР без кандидатов, а просто большая вот эта вот синяя, с синяя, желтая, значит, в цветах украинского флага надпись и галочка. Это вот, опять же, не результаты исследования, но результаты моих личных, моих наблюдений. Как у вас в Москве, я не знаю, не была я давно в вашей Москве, и что-то не тянет меня пока туда. Но, тем не менее, сушат явку или нет? Конечно, конечно, как всегда. Посторонние прийти не должны. И вообще лучше бы, чтобы не узнали о том, что есть какие-то выборы. Для чего у нас единый день голосования на первое, ну, в общем, одно из первых в воскресенье сентября намечено. Во-первых, люди добрые, дешевая капуста, все еще полны витамина D и загорелые. Во-вторых, конечно же, избирательная кампания приходится на мертвый сезон, на котором либо никого нету, либо людям не до того. Вот почему мы с вами голосуем именно в середине сентября. Должен прийти нужный электорат, вот эти вот самые пресловутые бюджетники, работники госкорпораций, госбанков, государственных структур, собственно, силовики и госслужащие. Они придут в первые два дня, кстати, обратите внимание, я думаю, что мы увидим то, что мы видели на конституционном голосовании. Последний день протеста. В, собственно, день голосования, последний, когда на избирательные участки приходят те, кто хотят проголосовать против. Такая же история была в Беларуси в 2020 году, год назад. Всех, так сказать, нужных избирателей прогнали принудительно голосовать в первые дни, а в последний день пришли разные нехорошие избиратели и проголосовали так, как не надо. И, кстати, очереди тогда большие были, их еще не пускали голосовать, не все смогли. Вот, посмотрим, как мы, увидим ли мы очереди на наших участках или все-таки не увидим. У нас уровень мобилизации пока слабенький. Но цель организаторов, давайте еще раз это скажу, это лояльная низкая явка на выборах парламентских. Вообще явка почти всегда ниже 50%. И тут не ставится задача, опять же, насколько можно понять, какие там задачи ставятся на соответствующих совещаниях, не ставится задача ее каким-то образом особенно нагдать. Поэтому, еще раз повторю, посторонние прийти не должны, прийти должны свои в первые два дня, либо там вызвать урну на дом, проголосовать, отчитаться и вот таким образом получить тот результат, который необходим. То есть как сделать из 27% рейтинга как минимум больше 50% мандатов, как эту кашу из топора сварить. Ну, вот самый, так сказать, один из основных инструментов это отвадить протестного избирателя, которого большинство. Но он не голосует, понимаете? Этих меньшинство, но они голосуют. Придут ли эти 27%? При низкой явке это конвертируется в, опять же, как минимум, больше половины мандатов. Если неконституционное большинство, которое, в общем, не то чтобы необходимо, то хотя бы простое. Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Героически из леса вышла к нам на связь. Я надеюсь, что было слышно меня, так сказать, достаточно. Прекрасно было слышно. Сейчас мы послушаем рекламу и сразу после рекламы мы вернемся в студию. Но я так понимаю, что рекламу мы, конечно, слышим, но буквально через несколько секунд. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Спасибо вам огромное. Ура. Было приятно. Пожалуйста, Ютубу, когда вы вернетесь. Значит, я вернусь. Если, как говорил Олег Николаевич Толстой, ЕБЖ, если будем живы все, то я надеюсь, что, так сказать, предварительный выпуск статуса у нас будет 31 августа во вторник. А, ну прям к выборам. Перед началом учебного года. Подготовка к школе у нас с вами пройдет во вторник в 9 вечера. Рассчитываем на это. Договорились. Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Спасибо. А вы знаете, кто сегодня у меня будет вот в это время? У нас не будет даже статуса плюс. У нас будет профессор Зубок из Лондона. Вместе, знаете, с кем? С генеральным прокурором, который допрашивал ГКЧПистов. И мы будем вспоминать август 91-го года. А он тоже из Лондона? Нет, он из Москвы. Он из Москвы. Но давненько его не было в эфире. Ага, слушайте, как интересно. Прокурор Степанков, помните такого? Как еще раз? Степанков. Степанков, конечно, помню. Вот. Пальчишки святые. Как интересно, понятно. Да, вот сегодня у нас 9 вечера. Хорошо, как это человек, человек лично пытавший стародукцию. Спросите его, спросите его, как это будет. Хорошо, хорошо, обязательно скажу, что вопрос от нашей слушательницы Екатерины. Да, шутки, шутки у нас, конечно, в 2021 году. Простите, дорогие слушатели, мы все немного одичали. Все, хорошо.